— Ромка, нас родители приглашают к ним в загородный дом на Новый год. Папа горку построил, да и рядом горки, лес, — восторженно делилась с мужем Настя. — Давай поедем. — Ты же знаешь, — мягко отстранился от жены мужчина, — на Новый год к нам придут мои родители и сестра с семьей. — Да они уже десять лет приезжают. Каждый год, Ром! — разозлилась молодая женщина. — Славка уже девятый Новый год встречает в городе. Ему скучно, а мне надоело стоять у плиты. — Ну ты чего? Это же наша новогодняя традиция. — попытался обнять жену Роман. — Это моя традиция такая, да? Новый год у плиты встречать, а потом мыть, убирать, опять готовить. И так все праздники. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. — Неудивительно, что я постоянно в делах, заботах и уставшая, — хмыкнула Настя. Ей эти гости, которые приезжают 31 декабря, а уезжают только в последний день праздников, очень надоели. Она должна, точнее, обязана организовать отдых гостей так, чтобы они остались довольны. Но именно сейчас ее терпение лопнуло. — Родная, ты преувеличиваешь. Мы же отлично всегда проводим время. Да и мама вчера звонила, и я подтвердил, что все как обычно, и мы ждем их, — не понимал жену Рома. — А у меня спросить не надо было? — устало спросила жена. — Так чего спрашивать, если и так все понятно? — не понял мужчина. — То есть, менять ты ничего не собираешься и ждешь своих родных? — Естественно. — Отлично. Но знай, что этот Новый год мы встречаем у моих родителей. Если хочешь, поехали с нами. Настя широко улыбнулась мужу и отправилась на кухню готовить ужин. Чуть позже она, конечно, поговорила с сыном. — Слав, а ты хочешь Новый год встречать тут с бабушкой, дедушкой и Ванечкой с Настей? Это были двоюродные Славе брат и сестра, дети заловки. Или поедем в деревню к бабушке с дедушкой. Мам, ну, конечно, к бабе с дедом, в деревню. Сын от счастья замер, боясь спугнуть удачу. Ему тоже порядком надоело нянчиться с детьми тети Светы и делать то, что нравится им. Только... — Мам, я вас слышал. Папа с нами не едет, — хмыкнул смышленый ребенок. — Но мы же все равно поедем. Вдвоем? — Поедем, Славка, — счастливо размеялась Настя. — Тридцатого и поедем. Поможем с подготовкой. В этом году на тридцать первое она взяла отгул за счет своих переработок, о чем предупредила мужа. Ромка не придал значения ее словам. Передумает. Не в первый раз. Да и к чему этот бунт? Ведь знает, что его семья к ним приезжает. И мужчина расслабился, больше не поднимая этот вопрос. — А чего это вы такие довольные? — с подозрением смотрел Роман на Настю со Славкой, вернувшись с работы. В предвкушении Нового года Настя крутилась перед зеркалом в новом платье, купленном специально на праздник. Длинное, струящееся платье темно-синего цвета. Невероятно шло ей и подчеркивало цвет ее голубых глаз. Славка чистил мандаринку и смотрел один дома, искренне переживая за главного героя и хохоча над преступниками. А в доме витал запах так любимого мужчиной яблочного пирога. Даже сам Ромка заразился этим праздничным настроением. — Собираемся к родителям, — спокойно ответила жена. — Ты с нами? — Настя, ну ты чего? К нам гости приезжают, и это не обсуждается. Ромка показался из кухни с мандарином. — Ты серьезно? То есть ты встречаешь Новый год в городе? — уточнила молодая женщина. — Естественно. Я думал, мы все решили еще в прошлый раз и услышали друг друга. Удивленно посмотрел на жену мужчина и вернулся на кухню ужинать. — Надеюсь, что так, — хитро улыбнулась Настя. Вечером Рома торопился домой. Ему еще нужно было закупить продукты по списку жены для праздничного стола. Он знал, что на завтра жена взяла отгул, и это значит, что готовить она будет с утра. — Настюша, давай поужинаем и в магазин, нам же еще продукты покупать, — с порога крикнул мужчина. Но в ответ ему была тишина. — Настя, а вы где? — тут же позвонил он жене. — Мы у родителей. Я же тебя предупреждала. — Ты же помнишь наш прошлый разговор? Сам вчера говорил. — весело ответила ему молодая женщина. — Ты не могла. Я думал, что мы поняли друг друга, — нервничал Рома. Такого он от жены не ожидал. — Так, давайте быстро обратно. Готовиться же нужно. — Да, Рома, я тоже думала, что мы друг друга поняли, — разочарованно ответила ему Настя. — Я служанкой больше быть не хочу. Этот Новый год я планирую праздновать. И молодая женщина завершила звонок и, как позже понял Роман, выключила телефон. — Мама! — в панике звонил мужчина. — Завтра сможете приехать пораньше? Нужно на стол накрыть, приготовить. Скажи, что купить? Я сейчас в магазин собираюсь. — Ромочка, ты о чем? — А что же Настя? — удивилась мама. — Настя уехала к родителям, поэтому мы сами, — растерянно признался Рома. — Как это сами? Вообще-то, сын, мы планировали приехать к столу и нормально отдохнуть от быта, — возмущалась женщина. — А не готовить в праздник и скакать вокруг стола. Этим мы каждый день дома занимаемся. Но Настя же скачет каждый год. Мужчине стало обидно. — Так она невестка. Это ее прямая обязанность, — неприятно удивила признанием мама. — И что же теперь делать? Я готовить не собираюсь. — Давай закажем, — устало предложил мужчина. — Сравнил тоже мне. Домашнее оливье, свое и покупное. Купить и я могу, — оскорбилась женщина. — Да, сын, не ожидала я от Насти подобного. Бесстыжая. Через полчаса, через полчаса, расстроенному неожиданным открытием Роме позвонила сестра. — Ромка, что за дела? Дети уже настроились на веселье, а тут облом? — возмущалась Света. — Приезжайте, сами отметим, — устало произнес мужчина. — Ага, сейчас. У плиты постоять я и у себя смогу, — фыркнула сестра. — Мы к маме лучше. Роман удивленно смотрел на телефон. Они все решили, а его с собой даже не пригласили. Сейчас только он понял, о чем говорила Настя. Следующим вечером он с улыбкой наблюдал за тем, как Славка вместе с тестем счастливо наряжает елку во дворе дома. — Дед, звезда осталась, — прыгал сын вокруг елки. — Сейчас, — Петр Леонидович заканчивал с гирляндой. — Давай я тебя подниму, — предложил Рома. — Папа приехал. Ура! Славка, подпрыгнув на месте, побежал к отцу. Мужчина, смеясь, подхватил сына и с ним на руках направился к елке. Звезда была на месте. Роме были очень рады. Приехал и брат Насти, Матвей, с женой. Женщины суетились на кухне, вместе и весело о чем-то болтали. Стол ломился от вкусностей. А мужчины расставляли стулья, проверяли гирлянды и салют. Все было дружно, по-семейному. Новый год прошел замечательно. Не сговариваясь, все остались еще на три дня. Катались с горки, дружно готовили и ходили на местную елку, где собиралась вся деревня, наверное. Перед отъездом молодые женщины убрали весь бардак с помощью своих мужчин. И расцеловав родителей, все разъехались по домам. Славка, получивший кучу подарков, в дороге тут же уснул. «Насть, спасибо тебе за праздники. Прости дурака, пожалуйста». Ромка с любовью смотрел на жену. «Я только сейчас понял, как был неправ». «Да ладно, главное, что понял», – хитро улыбнулась молодая женщина. Тут у мужчины зазвонил телефон, и он, чтобы не отвлекаться от дороги, включил громкую связь. Звонила мама. «Сын, а вы когда возвращаетесь?» – уточнила женщина. «Что случилось?» – нахмурился Роман. «Мы хотели к вам приехать на оставшиеся праздничные дни». «Ой, мам, никак не получится. Мы сами в гости едем. Да, и я не хочу, чтобы Настя у плиты стояла. Праздники же! Она тоже работает, устает. Хоть сейчас пусть отдохнет». Вернул мужчина маме ее же слова. «Ох ты, барыня какая! Устает она!» «Родители мужа ей, видите ли, в тягость», – возмутилась женщина. «Родную мать на порог не пускают». «Мам, не выворачивай. У нас просто свои планы», – устало ответил Рома. «К тому же Славке неинтересно нянчиться с детьми Светы. У него свои интересы. Вот и решили мы отметить так, как хочет сын». «Мал еще хотеть!» – фыркнула мама. «Вы можете приехать и погостить у нас, если хотите», – предложил мужчина, хитро глядя на удивленную жену. «Ой, а может, вы нас с собой возьмете? Чего это мы у вас без вас будем?» – нашлась женщина. «Нет, мам, там вас не ждут», – отказал Рома. Мама обиделась. «А куда мы едем?» – удивилась Настя. «На пару дней на базу отдыха с Егоровыми. Мы уже все заказали. Точнее, Егоровы. И давно. Я им половину перевел». «Ура! Мы с Димоном наконец-то отдохнем», – сонно потирал глаза Славка, слышавший разговор родителей. Димка, сын друзей, был ровесником Славки. Праздники прошли просто замечательно, весело и душевно. Все отдохнули. Прошел год. «Сын, мы к вам завтра приедем», – позвонила мама Роме 30 декабря. «Ой, мам, мы уезжаем сегодня. Новый год с друзьями встречаем», – ответил ей Роман, закрывая багажник, куда поставил сумки с вещами и продуктами. «А как же семья? Это же семейный праздник», – возмутилась женщина. «Вот мы и приедем к вам на следующий Новый год сами, 31 вечером», – весело ответил мужчина и с хохотом обнаружил, что мама с перепугу сбросила звонок. А у их семьи появилась новая традиция – отмечать Новый год так, как хочется им и их сыну.